С вами Николай Пимненко в проекте Дата. Сегодня 23 сентября. Международный день жестовых языков. Он призван обратить внимание на их значение в жизни многих миллионов глухих и слабослышащих людей. Памятная дата была провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2017 года. По данным Всемирной Организации Глухих в мире проживает свыше 70 миллионов неслышащих людей. Сегодня существует около 300 жестовых языков, а также международный язык жестов. Мировое сообщество признает эти языки полноправными естественными языками. У родившихся 1963 год до н.э. в Риме появляется на свет первый римский император Август. Полное имя Гай Юлий Цезарь Октавиан Август. Кстати, титул Август, что в переводе означает «священный», присвоен много позже сенатам и наделявший императора полубожественным статусом, впоследствии полагался всем римским государям, да и месяц, в котором умер Октавиан в 14-м году н.э. был назван также в его честь Август. Расправившись с врагами Цезаря, его преемник, скромный и непритязательный человек и искусственный политик, в 31 год был провозглашен принципсом, первым из сенаторов, верховным жрецом и отцом отечества. Не стремясь к новым завоеваниям, он принимается за наведение порядка в метрополии. 1861 год. Рождается Роберт Бош, немецкий инженер, который придумал свечу зажигания и основал знаменитую фирму. Концерн начинался в 1886 году с открытой мастерской по точной механике и электротехнике. Для поддержания имиджа фирмы, состоящей, кстати, из владельца и двух его помощников, был даже куплен личный транспорт, велосипед. А новейшее производственное оборудование чуть было не разорило начинающего предпринимателя. В 1930 году родился Рэй Робинсон Чарльз, американский певец, композитор и пианист, создатель стиля соул. Слепой с шести лет из-за глаукомы. Работал в разнообразных стилях блюз, рок, соул, кантри и ритм энд блюз. В 1936 году рождается Эдвард Родзинский, историк, писатель, драматург, сценарист, телеведущий. Окончил московский историко-архивный институт. В 1958 году прошлого века на сцене Московского театра юного зрителя поставлена первая пьеса писателя «Мечта моя Индия». Широкая известность приходит после того, как Анатолий Эфрос поставил в театре имени Ленинского комсомола его пьесу «104 страницы про любовь». По пьесе поставили еще и фильм «Еще раз про любовь». Все пьесы Родзинского получают широкую известность. В 90-е он пишет научно-популярные произведения о знаменитых исторических личностях и снимает телевизионные программы. 1943 год. Рождается Хулио Иглесиас. Хулио Хосе Иглесиас де ла Куэва. Испанский певец. В его послужном списке 1000 золотых и 500 платиновых дисков. А капитал музыканта составляет, говорят, под миллиард евро. Иглесиас занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый артист. По всему миру разошлись более 250 миллионов его пластинок. Такой цифрой больше не может похвастаться ни один исполнитель. А ведь в юности Хулио готовился к карьере футболиста. Певцом же он стал, можно сказать, по недоразумению. От нечего делать записал первый материал, выздоравливая после перелома ноги. Брюс Спрингстон родился в 1949 году. Американский рок-певец, автор и гитарист. В его песнях, мелодии и в традициях рока сочетаются с текстами, которые заставляют задуматься о жизни рабочего класса и погоне за американской мечтой. О некоторых событиях этого дня. 1933 год. Фашистская Германия приступает к осуществлению грандиозной программы строительства автобанов к югу от Франкфурта. На церемонии ее открытия Гитлер лично зачерпнул первую лопату земли. Лозунг компании гласил 6000 километров и 600 тысяч рабочих мест, для увеличения числа которых было решено почти полностью отказаться от использования техники. Населению постоянно внушалось, что программа государству ничего не стоит, поскольку финансируется почти целиком за счет средств, сэкономленных на пособиях по безработице и затратах по трудоустройству. И хотя не все шло по плану, программа выполнена. Впрочем, многие немцы воспользоваться мирными дорогами не смогли. Вскоре Гитлер ввергнет мир в страшную войну. 1937 год. Передовая статья в правде «Счастливые дети сталинской эпохи». В ней слова «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство». А в 1939 году на всемирной ярмарке в Нью-Йорке заложена капсула времени. В сосуд из огнеупорного стекла длиной 2 метра 28 сантиметров положили книги, 1100 микрофильмов, образцы новейших материалов, а также 35 мелочей повседневного пользования. Например, женскую шляпку и мужскую курительную трубку. Капсулу, названную за формы бомбой времени, было решено вскрыть в 1939 году. По случаю второй всемирной выставки, которая проходила в 1964 году, рядом с первой капсулой заложили вторую. Открыть ее завещано также через 5000 лет. В 1964 в том же году в Парижской Гранд-Опера перед началом спектакля по балету Мори Саравелля «Дафни Сыхлоя» публике впервые открылась новая роспись потолка зрительного зала, выполненная Марком Шагалом. Композиция дает дань памяти 14 великим композиторам прошлого, а центральная ее часть посвящена операм Кармен Безе, Фиделио Бетховена, Травиата Верди и Орфеевредика Глюка. Ярко-экспрессивная авангардистская работа Шагала поначалу была встречена парижанами очень критически. 1988 год. В Москве открывается дом-музей великого русского певца Федора Шаляпина. Особняк 18 века на Новинском бульваре Федор Шаляпин купил для своей семьи, которая прожила в нем почти 12 лет. В этот дом приходили Рахманинов, Собинов, Горький, Бунин, Коровин, Немирович-Данченко и многие другие. Этот дом стал последним московским адресом певца. С 1998 в усадебном флигеле функционирует музейно-выставочная галерея, в которой экспонируются материалы из фондов Музея музыкальной культуры имени Глинки, живописные графические работы современных художников, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство, а также проходят всевозможные концерты. Но еще об одном событии более подробно. 1848 год. Американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку. Новинка состояла из смеси смолы и парафина, но вкус смолы все же был довольно сильным и особым успехом она, как вы понимаете, не пользовалась. К тому же, чтобы разжевать этот материал, приходилось долго разогревать его во рту. Куртис оказался недостаточно предприимчив, поэтому первый патент получил Уильям Финли Сэмпл. Там в патенте написано «Комбинация каучука с прочими компонентами в любых пропорциях для создания приемлемой жевательной резинки». Спустя 10 лет другой американец аптека Джон Колган путем долгих экспериментов добился того, чтобы аромат и вкус жевательной резинки оставались надолго. Но это же самое главное. После этого среди производителей настоящая гонка начинается за нашей челюстью. В 1939 году на свет появилась работа американского профессора Холлингфорта, который убедительно доказывал, что постоянное жевание снимает мышечное напряжение и стресс. С тех пор жвачка – обязательный компонент в пайке американских солдат. Ну а современная жевательная резинка состоит в первую очередь из жевательной основы – синтетических полимеров, которые добавляют компоненты, получаемые из сока дерева саподила или компонентов хвойных деревьев. Ну и, конечно, вкусовые добавки, ароматизаторы, консерванты и другие. Некоторые смелые исследователи считают, что именно этот продукт был одним из первых ударов, нанесенных по Советскому Союзу. Хотя, с другой стороны, жуй-жуй, а иначе ты буржуй. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».